На России произошла очередная серьезная проблема с самолетами, которые уже случаются ежедневно. На этот раз загорелся пассажирский Boeing 737 авиакомпания С-7, на борту которого было 176 пассажиров. Сразу после взлета, у самолета загорелся один из двигателей, а позже то же самое произошло и со вторым. В результате неисправности, в двигателях начали падать обороты, и ему пришлось срочно возвращаться в аэропорт вылета. Как стало известно, самолет вылетел в Москву из Новосибирска в 6.20 утра. Уже при взлете, у него произошел помпаж обоих двигателей, предварительно из-за проблем с давлением. Экипаж объявил о чрезвычайной ситуации и запросил у диспетчеров аварийную посадку. Спустя 40 минут, борт приземлился в новосибирском аэропорту Толмачева. Фактически Путин, своей бездарной политикой и агрессивным нападением на Украину, вновь чуть не убил сразу 176 человек, так как именно он несет ответственность за санкции, которые были наложены на страну. Между тем, авиакомпания С-7 отрицает возгорание двигателей и говорит, что не все так однозначно. Типа были неисправности, но никакого пожара не было. Однако вырывающиеся из двигателей языки пламени в течение всего полета говорят об обратном. Тем не менее, самолет был отстранен от полетов, по крайней мере до завтра, а там новые пассажиры из РФ сыграют в русскую рулетку, а 8 повезет долететь без происшествий. Сейчас это превращается в игру, где на кону стоят десятки жизней, а шансы выжить и долететь уже 50 на 50. У россиян можно спросить, что у них с лицом, ведь они вопили, что санкции не работают, а как по нам, все идет по плану. Пассажирка данного злополучного рейса рассказала, что она сидела возле правого двигателя, и он загорелся еще на взлетно-посадочной полосе. Из него вырвалось несколько языков пламени, потом они оторвались от земли, и двигатель вспыхивал раз в 10-20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно, рассказала пассажирка. У многих пассажиров был сильный перепук, они молились и плакали, а также, судя по запаху, кому-то потребовалась смена памперсов. Вот такое безобразие происходит на России, довел режим Путина страну до крайней ручки.